Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила, дорогие друзья! Сегодня у меня отличные новости для всех мастеров по ремонту телефонов, которые плотно занимаются разблокировками Huawei и Honor. Объясню. Дело в том, что Huawei и Honor в последних обновлениях, я об этом уже писал в телеграм-канале своем, заблокировали тест-поинт. То есть в руках у меня сейчас находится как раз такой аппарат, это P40 Lite на 349 прошивке. Если мы замыкаем тест-поинт и вставляем кабель в низкоуровневый режим у нас, вообще никаким образом не попадает. И это очень большая проблема, потому что все программаторы, продвинутые, которые делают Huawei и Honor, ну, например, такие как Sigma, такие как Octoplus лицензии Huawei и так далее, они все делаются через тест-поинт. И решений на данный момент не было, ну, помимо покупки платных ключей. Но сейчас я вам продемонстрирую бесплатный способ, как любой мастер по ремонту телефонов может добиться непосредственно тест-поинта. Ну что ж, дорогие друзья, погнали! Итак, друзья, я думаю, что вы уже поняли, что нам нужно немножко модернизировать кабель. И есть два пути решения. Первый путь решения, это, естественно, то, как сейчас вы видите на экране, то, как нам рекомендует сделать это непосредственно сама Химера. Команда Химеры огромные молодцы. Делается вот такой вот хитрый кабель, используются три сопротивления. Вот. Я уже проверил, это все работает, но есть определенные нюансы, которые я вам сейчас продемонстрирую. Но мы же в России живем, вот, и поэтому делать так немножко неудобно. Можно сделать в разы и в разы проще. Смотрите, есть второй вариант. Для этого нам достаточно одного сопротивления в 10 кОм. Вставляется он по следующей схеме, и выглядит это примерно следующим образом. То есть, по сути, просто сопротивление между красным и зеленым проводом. Давайте посмотрим, как это будет работать в режиме реального времени. Конкретно у P40 Lite от S-Point находятся вот эти две маленькие точки. Ну, загуглить, как зажать S-Point непосредственно на вашем модели телефона, не составляет вообще никакого труда. От слова совсем. У меня даже есть одноименный канал, посвященный этому. Ссылочку я оставлю на него в описании к этому видео. По-моему, называется «Скупка такая скупка», либо типа того. Смотрите, какой нюанс. Если мы просто этот кабель без телефона сейчас подключим к компьютеру, то естественно, ну, это надо понимать, абсолютно естественно, мы увидим с вами ошибку. Устройство не опознано, поэтому так подключать нельзя. Что мы с вами делаем в этом случае? Итак, берем наш модернизированный кабель. Вот он здесь. Видно, что на нем есть сопротивление. Дальше. Выключенный аппарат. Передергиваем аккумулятор. Выключенный аппарат обязательно подключаем к кабелю, чтобы никаких ошибок у нас не было. Далее. Замыкаем тест-поинт. Зажали. И вторую часть кабеля после этого вставляем непосредственно в наш персональный компьютер. Давайте попробуем. И, дорогие друзья, это победа. Он определяется у нас, как и Huawei USB Com 1, либо USB Series не установлена до ривера. В общем, это победа. Дальше уже с помощью таких программаторов, как, например, Sigma, вот он у меня, можно будет разблокировать телефон от ОФРП, снять Huawei ID, сменить имей и так далее и тому подобное. Прошить, восстановить из состояния кирпича. Друзья, это победа, потому что до недавнего времени мы серьезно обсуждали, стоит ли приобретать Sigma, стоит ли покупать активацию на Octoplus Huawei. Стоит, друзья. Этот вопрос мы с вами решили. Я же с вами прощаюсь. Если у вас будут какие-либо вопросы, рекомендую их задавать на моем форуме, forum.tel.ru. До скорых встреч. Протестировано все это дело на таких телефонах, как Honor 20, Honor 20 Pro, P40 Lite и на Honor 10 успел это сделать. Пока. И маленький бонус от Плюско. Если вам нужны будут такие сопротивления, ну мало ли, вдруг вы их найти не можете у себя в деревне, напишите мне на плюско-собака-яндекс.ру. Мне несложно, я вам вышлю. Пока.